Ребят, всем привет! Максим, компания Акира Авто. Именно мы поставляем автомобили из Японии, Китая и Кореи именно для вас. Итак, сегодня у нас на повестке дня два автомобиля, которые мы привезли нашим заказчикам. Соответственно, я хочу вам их показать, их техсостояние и в какую стоимость зашли. А вы уже, пожалуйста, скажите, дорого это сегодня или дешево? Нынче правый руль. Итак, Toyota Corolla Fielder. На сегодняшний день автомобиль у нас считается рабочей лошадкой, но, сами понимаете, такой, скажем, автомобиль хороший, ресурсный, удобный, универсал, длинный, длинная база, все дела, да? Но, как мы знаем, Fielder предыдущего поколения, он вообще живучий такой, хрен убьешь называется, да? Но вот этот вот кузов уже такой перешел в более городской такой вариантик, вот. Ну и, соответственно, этот автомобиль также эксплуатируют как рабочую лошадку. Но пробокс, ребята, пробокс, это прям такая своя хорошая рабочая лошадка, ну, как говорят некоторые, неубиваемая. Да, конечно, можно все убить. Самое главное, это менять вовремя масло. Ухаживать, в общем, за автомобилем, смотреть, чтобы нигде ничего не отстегнулось, не оторвалось, а то некоторые где-нибудь там возле двухсот впервые узнают, что у них есть, оказывается, ремни там разные, там, масла и так далее. У этих обоих автомобилей пробег так нормально за соточку. И это оба автомобиля 4ВД. И пробокс у нас, ребята, уходит в Московскую область, А вот Королла Филдер уходит в Башкортостан. Видите, вся Россия покупает все-таки до сих пор правый руль. Японцы, корейцы, китайцы на рынке просто вот как червяки уже. Китайцы вообще хорошенечко просто начали грызть, грызть этот пирог большой, да, рынка. Но, ребята, как вы видите, Москва, западная часть страны заказывает правый руль. Но много людей знают, уже не по наслышке, знают, что такое правый руль, какой он ресурсный. Да, есть там автомобили европейские, которые более-менее ресурсные. Но, но, ребят, 4ВД. Автомобиль миллион стоит, миллион, представляете, да? И это Тойота, это ресурсный, хороший долгожитель. 20-й год. Ну, а Тойота Королла Филдер у нас 18-го года. 4 балла оценка, здесь 3,5 оценка. 4 балла оценка, чуть дороже, миллион 130. Некоторые сразу сказали, что это что-то дороговато как-то. Ну, я не знаю, но машина реально в хорошем состоянии. Ну, есть, может быть, какие-то потертости. Вот здесь вот не потертости, это стирается, грязь какая-то налипла. Ну, вот, в целом, ну, хороший, нормальный автомобиль. Цвет такой яркий, просто вот прям, по-любому, в камеру он не передается так, так, какой он на самом деле. Он прям такой ярко-рыжий. Было бы солнце, он вообще бы прям загорелся бы, наверное. Ребят, предлагаю быстренько посмотреть состояние автомобиля внутри, в салоне. И у одного и у другого автомобиля начать с багажников. И что мы тут видим? Наличие коцок для грузопассажирского автомобиля здесь считается нормальным. Вот это вот ковер этот меняется, и все, пожалуйста, вот, практически новый хороший салон. Ну, я, конечно, так шучу, что практически новый хороший, но на самом деле это грузопасс. Это вот автомобиль, в котором можно перевозить такой большой квадратный багажник. Ну, сами понимаете, пробоксы именно для этого используются. Хотя на сегодняшний день пробоксы также у людей используются, как просто машина для передвижения. Потому что двигатель, двигатель ремонтируется, а он что на рынке недорого стоит, что в принципе ремонтируется за небольшие деньги, если что-то там случилось. Вот, на сегодняшний день на пробокс вообще все есть. Вот, и из-за этого цены на запчасти недорогие. Поэтому пробокс рассматривайте, пожалуйста, как машину. Хоть полный привод, хоть передний привод. И можно привезти автомобили вообще с 2008 года выпуска бензиновые, да, бензиновые. На наш сайт перейдите, посмотрите цены. Потому что цены там и за 700, и еще за 800 можно более-менее нормальный, хороший пробокс привезти. По второму ряду, ну, более-менее нормально там. Ну, как бы, как в таком автомобиле? Нормально. Грузопассажирская сидуха, ровная вот такая вот. Сидеть на ней можно, но неудобно. Долгое время, по-моему, попа затечет. Вот, ну, обращаю ваше внимание, что сзади здесь у нас, у нас здесь весла сзади, ребят. А на первом ряду, на первом ряду, а на первом ряду тоже весла. Вот это прикол. На первом ряду весла, но у водителя, я вам скажу, есть кнопка. Ну, это вот такие вот грузопассажирские пробоксы той самой простенькой комплектации. Ребята, рестайлинговая модель, а именно салон, салон пробокса, он преобразился. И нам он немножечко непривычен. Но вот такие, знаете, квадратные очертания приводят как-то в такое немножечко замешательство. Но все-таки ты не чувствуешь, что ты в пробоксе. Ну, где этот салон пробокса? Это уже как будто не пробокс, но все-таки это пробокс. Итак, что у нас здесь есть? Столик. Ребят, кушать можно. Это вообще круто. Пробокс, представляете? Рабочая лошадка, столик. Потом есть штатная крепежка для телефона. Ну-ка, попробую свой телефон. Залезет в мою мобилу, туда нет. А, нет, нифига не залазит. Я не знаю вообще, для чего это как сделано. А, хотя нет, подождите. Можно раздвинуть. Ну, я, в общем, это делать не буду. Не знаю, может, нажать надо. Не буду разбираться. А то что-нибудь тут у нас прохладненькое, отломающее, не дай бог. Потом есть вот так вот нажимаем. Тут какой-то тайничок, вы представляете, да? Прям закуточек такой, прям прикольный. Вот, потом. Ну и все. Ну и что тут? Ну, все, пластик. Пластик, рутилочки и все. Больше ничего. Открытый бардачок. Представляете, да? Бардачок, он открытый. Как бы он вот так вот так и вот так вот так. Вот. Ну и в целом, как бы подстаканников здесь. Вот такой вот подстаканник. Вот он снимается. Что-то я вообще не пойму. Он держится он или нет. Вот. Такое пространство для хлама. Все такое грязненькое. Ну, это же пробокс. Рабочая лошадка. Есть, кстати, ребят, для USB зарядка. Представляете, да? Вот. 12 вольт. И вот здесь вот. Давайте я вам подсвечу даже телефоном своим. У нас вот тут вот есть для... Ну, тоже закуточек такой, да? Для... Ну, подстаканник. То есть, опять же, вот он закрытый. И вот он открывается. Вот. И вообще мне непонятно, что вот это вот такое. Как? Зачем? Вот что это за просто пропасть? Ущелье какое-то? Я не знаю, для чего это сделано. Но что-то тут можно. Может быть, телефон туда кидать можно? Ну, типа такой. Кинул телефон туда. Ну, пускай полежит. Ну, прикольно вроде. Ну, на повороте может вынести его. И он упадет сюда, грубо говоря. Не знаю. Вот. Потом. Ну, наверное, есть... Что у нас тут? Я не знаю. Вот эта штука, которая большая. Обычно у машин... Честно, не разбирался с этим пробоксом. Есть авто дальний свет. Вот это вообще прям топчик. А, все-таки есть выход из полосы и режим экстренного торможения. Поэтому вот эта штука присутствует. А так сразу прям... Я даже не приглядывался. Даже удивлен, что в пробоксе 20-го года это есть. Toyota Safety Sense, ребята. Это круто. Ну, и не удивляйтесь, здесь нет кнопки старт-стоп. Есть вот такой вот классико привычный нам ключ. Ключ привычный с двумя кнопками. Огонь. Нет, тачка... Серьезно, хорошая машина для решения вопросов рабочих. Просто вот боевая рабочая лошадка. Пробокс. Присмотритесь, пожалуйста, на нашем сайте. Смотрите цены конечные в рублях на такие машины. В разделе цены на авто из Японии. Итак, багажник Филдера. Что же нас тут ждет? Огромный просто багажник. Вот реально Филдер, это вот большой багажник. Закуточек вот такой вот подпольный. Все грязненькое такое. Солому что ли тут возили, я не знаю. Но бывают машины приходят идеально чистые. Бывают нет. Про все это в аукционнике написано. Ребят, не буду нарезать понты и говорить, что ой, такие классные машины приходят из Японии. Они приходят такими, какие вы заказываете. Написано в аукционнике грязь в салоне, да? Она будет там. Написано в автомобиле 5 баллов. Хороший аукцион. Все. Реально хорошая машина придет. Поэтому не удивляйтесь, пожалуйста. Вот я не из тех, кто будет нализывать машины, потом рассказывать сказки, что все в Японии вообще все честно, все идеально, все классно. Все всегда практически соответствует пробегу и тому, что написано в аукционном листе. Бывают, конечно, аукционы там что-то там пометят, а оно кажется побольше и так далее. Да, здесь есть такие моменты. Но в целом, в целом, наверное, процентов 90-95 приходят машин, которые реально соответствуют состоянию, пробегу, записям в аукционном листе. Итак, что у нас тут? У нас тут вот такие вот ручки есть. Такое ощущение, что это третий ряд дверей. Но нет. Мы вот так вот нажимаем, и у нас второй ряд просто убегает вперед. Все. Вот он убегает вперед, и что получается? Огромное просто пространство. В общем, японец грязнули, я совсем тут вообще ничего не делал. Огромное просто пространство получается. И ночевать в этом автомобиле можно так же самым. Почему вы поставите два автомобиля? Потому что это два автомобиля рабочей лошадки. Но филдер будет как бы посовременнее, покрасивее, ну, естественно, подороже, ребят. Второй ряд у филдера, конечно же, покрасивее, соответственно, в целом даже карта дверей. Вот, тоже здесь везде пластик, 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 все это прямо вот пластик. Есть, слава богу, здесь кнопки, ну, чем филдер лучше, да? И сидухи. Сидухи здесь не грузопассажирские, здесь реально пассажирские сидухи, и, ну, удобно будет сидеть. Пространство тоже, в принципе, нормально. Сидуха в крайнем заднем положении находится, и вы посмотрите, сколько места. Если человек подвинется, ну, на расстояние удобное для себя, то все, прям, ну, на втором ряду будет огромное количество места. По поводу салона, ребят, ну, филдер, конечно, будет интереснее намного, чем про бокс. Видите, да, какая разница в цене-то, небольшая, всего практически 100 тысяч рублей, чуть более 100 тысяч рублей. Руль красивее, полумультируль, имитация прошивочки, тут мониторчик, да, вот это вот мягенько, не представляете, но это реально вот крышка бардачка мягкая, причем у нас здесь два бардачка, видите, да, два бардачка, мягенько, это пластик. Ну, так оно, конечно, поинтереснее сделано, хотя там тоже такое квадратненькое, все так вот вырублено, все сделано. Вот, потом здесь есть подстаканнички, тоже закуточек для хлама какого-то, селектор такой длинно вытянутый, ручник, анти-юз, тоже здесь система экстренного торможения, выхода из полосы, все это есть, все это работает. Ну, и в принципе, посимпатичнее салон, но сразу скажу, я присел сюда, сейчас я опущусь пониже, я присел сюда и вижу, что здесь, ну, по-другому как бы находишься, здесь то есть панель на тебя, она как-то выше, да, и вот ну, салончик поменьше, в пробоксе, конечно, ну, пространство побольше, и нету здесь, знаете чего, по сравнению с пробоксом? Ну, догадайтесь, ну, я только что показывал, серьезно, столика нету выдвигающегося, вот, ну, шучу, конечно, но в целом, как бы, даже несмотря на то, что здесь нет прошивочки никакой, да, не кожаный руль, здесь есть бугорки, бугорки реально есть, это круто. В общем, вот такие вот автомобили привезли мы нашим заказчикам. Ребят, помимо того, что у нас на филдере есть кнопка старт-стоп, у нас есть еще поворотники, да, повторители в ушах и бесключевой доступ, это вообще прям круто, ну, все знают, что такое бесключевой доступ. На пробоксе, к примеру, такого нет. Вот видите, да, соточка разницы, соточка разницы, а вон оно что. Но пробокс, извините, пожалуйста, 20-й год, а это у нас 18-й год, вот какая разница, то есть, ну, оба автомобиля 4 ВД. В общем, что покупать, выбирать, для каких целей уже решать вам. Звоните, пожалуйста, уточняйте цены, если кому-то что-то непонятно. Мы всегда будем рады вашим звонкам и обращениям. Все, ребят, всем пока, здоровья, счастья, берегите себя.